Библейский портал экзегет.ру представляет И от сего трепещет сердце мое, продолжает он говорить, и его, обвиняя его, и подверглась места своего, то есть он говорит о величии Божьем, слушайте, слушайте голос его Бога и гром, исходящий из уст его, плод под всем небом, раскат его и блистание его до краев земли, за ним гремит глаз, гремит он глазом величия своего, его не оставляет его, когда голос его услышан, дивно гремит Бог глазом своим, делай дела великие для нас непостиживые, на самом деле здесь, как мы и говорили ранее, начинается такая пространная речь Иова, он как бы показывает все свое красноречие, которым он может возвеличить Бога, в общем-то здесь ничего в этом плохого нет, но иногда это красноречие такое бывает напыщенное, и здесь из языка, которым выражается Иоль по отношению к Иллиу и по отношению к Иову, в общем-то можно себе представить, что Иов, вспомним о том, что он сидит на навозной куче, в общем-то весь в проказе, а его здесь кормят таким вот красноречием и витьеватыми словами в стиле поэзии. Какого Иова от этого? Можно себе представить, когда нас говорят, кого там баснями не кормят, да, то есть поэтому Иову здесь, он нуждается в каком-то утешении, а ему здесь преподается урок риторики. Поэтому надо сказать, что сегодня наш народ, он тоже в некой мере нуждается больше в утешении, нежели в каких-то там сверхобразованных проповедях там или в сверхгомелетических и риторических выкладках или философско-логистического там или психологического такого анализа. Хотя это все наука, она, конечно, нужна, но надо помнить, что это не самое главное. Человек нуждается действительно в утешении, поэтому Дух Святой называется Дух Утешителей. Но утешение такого в речах Иллиуя мы не встречаем по отношению к Иову, хотя все, что он говорит, в общем-то правильно, действительно Бог велик, он полагает печать на руку, ибо снегу, он говорит, будь на земле, от юга приходит буря, север и стужа, от дуновения Божия происходит лед и поверхность воды сжимается, также влагой наполняет тучи облака, сыплет свет, и они направляются на... Вся глава, она фактически именно об этом, как велик Бог. И далее он как бы обращается с 14 стиха, «Внимаясь ему Иов, уже к нему, стой и разумеет чудесные дела Божии, знаешь ли это, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего, разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего и знания, как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает земли от юга, ты ли с ним распростер небеса твердые, как литое зеркало, научи нас, что сказать ему, мы в этой тьме ничего не можем сообразить, будет ли возвещено ему, что я говорю, сказал ли кто, что сказано, доносится ему, теперь не видно яркого света и так далее. То есть, все, что говорится здесь, снова-снова повторю, в этой главе 37-й, все, что говорит Иллиуй Иову, нет ни одного ни йоты сострадания и утешения. Одно крестноречие, Иов, снова повторю, не сомневался о том, что Бог велик, и не сомневался в судах Божьих и в его справедливости, но все это крестноречие, как ни что иное, о чем пишет апостол Павел, если я не имею любви, то я кимвал звучащий и медь звенящая. Действительно, только это мы и видим в словах Иллиуя, ни любви, ни сострадания к Иову, мы в них, к сожалению, не находим. Поэтому, да не будет этого с нами, когда мы видим человека в страдании, чтобы мы блистали перед ним и оттачивали какое-либо свое гоморитическое, или проповедническое, да, такое величие, как возвышение над ним, проповедническое такое, лучше даже сказать, мастерство. Поэтому не дай Бог и не приведи нас Господи подражать в этом Иллиую. Но, как сказано, с плачущими плачьте, со страдающими страдайте, с радующимися радуйтесь.